привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и мы с вами снова возвращаемся в масс-эффект и так масс-эффект 2 на сей раз это легендарное издание приобрела я его и давайте-ка посмотрим что у нас там дальше будет я не совсем в курсе перенесется ли у нас предыдущий персонаж поэтому давайте-ка мы нажмем любую кнопку и посмотрим что мы сможем сделать так дополнительно очевидно новая игра так мужчина женщина и перед нос персонажа из м е масс-эффект 1 так но мы выбираем шепарда ну да наверное так вот чего я боялась что у меня та игра была не стимовская и теперь вряд ли нам что-то получится перенести это как-то она не переносится ладно посмотрим так ну чтож если что-то женским персонажем я не хочу я хочу продолжать все таки за шепарда посмотрим уж как-нибудь мы его все-таки сможем перенести так сложность боя ветеран эксперт безумия а есть там еще что-нибудь такое нормальное не давайте возьмем обычное ну легко наверное нет возьмем просто напросто обычным и здесь не для папа боли так автораспределение продолжить это все игра студия биор в начальных настройках русского языка не было есть только русские субтитры поэтому я не знаю смогу ли я их зачитывать вам шепард молодец все сделано правильно даже больше чем мы рассчитывали командующий шепард обнаружил истину но даже этого мало у нас война никто не хочет признавать этого но на человечество совершено нападение на его посылают драться с гетами с гетами оба знаем что главная угроза не они жнецы по-прежнему рядом мы должны их остановить совет никогда не поверит церберу они не примут даже после всего чего достигли люди но шепард за ним они пойдут он же герой черт возьми икона но ведь это всего лишь один человек если шепард умрет то и человечество не сдобровать значит сделать так чтобы он не умер друзья мои какие-то новые 2183 году получище гетов нанесли удар самое сердце галактического сообщества армия гетов торглась на космическую станцию цитадель и пыталась открыть портал который вернул бы в наш мир жнецов огромные машины раз 50 тысяч лет уничтожающие все органические цивилизации в галактике но мы помним то что происходило поэтому я и не буду стараться все зачитывать а нормандия нормандия веселая страна отключаю сверху световые двигатели джокер тут у нас все показатели в норме режим тишины теряем время мы четыре дня прочесываем сектор до сих пор не нашли следов деятельности гетов здесь за последний месяц исчезла три корабля ставлю на роботоварговцев системе терминус их полно сигнал на сканере дальнего обнаружения неопознанный корабль похоже крейсер не совпадает ни за одной из известных крейсер меняет курс теперь на траектории перехвата невозможно стелс-система включена корабль гетов не может это не гет приготовиться к маневре уклонения джокер давай джокер как же ты а как же ты уклонился то не уклонился чёрт нормандии хана лиара аварийный маяк готов запуску альянс успеет добраться сюда да да будут они будут наверно альянс не бросит нас нам нужно просто держаться от всех спасательную капсулу джокер все еще в руки он не хочет эвакуироваться я тоже не уйду так нет лиара давай мне нужно чтобы команда отправилась спасательную капсулу я позабочусь о джокере шефар ляра давай быстрее прощай ляра все внутрь давайте 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 все внутрь наша нормандия видала виды виды уже елка слушайте нормандии конец ух как у она нормандия так нам дают сша сша управление что нам надо сделать нам нужно найти джокера а куда джоисососос космический корабль альянса нормандия более я уже не помню куда нам идти я как это на а куда да вы понесли серьезный урон от неизвестного противника так это вот наверх у меня окрошка держись держись обалдеть друзья космос так слушайте а чё так темно подожди секундочку я понимаю что космосом надо торопиться одну минутку настройки графика гамма у нас тут что нету что ли так выбор монитора интересно так включить учены сглаживание движение вернистость да слушайте нет у нас тут ну друзья прошу прощения значит у нас будет только калибровка а во яркость да 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 давай-ка давай-ка а то у нас тут еще youtube потом затем нет у нас будет дед пахом и трактору начнем так все равно конечно хрень какая-то полная но ладно может она так и должно быть а где мы рядом с какой но это явно не земля все друзья нормандии пришел конец быстрее двигаться не можем не можем куда дальше елки чуток темно ничего не вижу куда идти подожди секунду прошу прощения просто как бы ай калибровка так контрастность пдр не обнаружен как-то не обнаружен как-то не обнаружен вот наверное слишком но давай так попробуем я ничего не и так ничего не вижу или это динамические тени виноваты так что нам скажет кашка куда нам нет тут явно что-то не то еще раз прошу прощения так графика давай-ка я выключу эти динамические тени потому что может быть от них такая фигня все равно фигня так сейчас если дальше ничего я не найду кстати как-то все же по бирже а если я ничего не найду то оставлю как есть вот себе и улучшенное издание так и калибровка да наверно все-таки слишком так вот а потом я уже на записи посмотрю и так шепард нам медленно двигаемся нет а вот сюда сюда он смотри какой-то энергетическим этим самым защитил себя крокер джокер бороду отпустил шепард давай я не брошу нормандио я все еще могу спасти ее джокер ты же у нас вообще ломаешься от одного прикосновения нормандио не спасти даже если мы останемся ладно помоги мне подняться они разворачиваются до новой атаки а моя рука ну да у него же кости ломаются просто очень господи он не выживет блин джокер как жалко так куда мы его спасательную капсулу все она она нормандио ау капитан да ладно да не могут шепарда убить в самом начале серии а вот нормандио фона я так понимаю джокер успели мы запихнуть в эту спасательную капсулу пробит скафандр пробит ой 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 и пластыря нету резолента очень интересно конец игры масс эффект 2 а это только самое начало масс эффект это интерактивный генезис комикс резюмирующий события масс эффект 1 хотите с его помощью выбрать свою предысторию если пропустить этот вариант капитан шепард получит предысторию по умолчанию а нет нам не надо по умолчанию мы зачем проходили первую часть именно для того чтобы как говорится все сделать так как и было верните нас наше исходное состояние очередное рутинное задание и почему перед заданием всегда так говорят рутинная как же пока не возьмешься за него а уж когда возьмешься когда начнешь принимать решение выбирать дороги вот тогда ты от рутины в общем мало что остается разумеется все как было и в этот раз рутинное задание с реагировать на сигнал бедства и смотрите к чему это привело мы испытывали нормандию новый корабль капитана андерсона когда поступил сигнал напали на патруль альянс на идем прайм патруль видел что-то что не мог объяснить что-то громадное но это предыстория со мной высадился мой лейтенант кайден оленко хороший парень верный исполнительный одаренный биотик мы нашли единственную выжившую из патруля сержанта эшли уильямс настоящего солдата крепкий дисциплинированную готовы броситься с цель бороться с любыми трудностями эшли присоединилась к нам и отвергла отвела нас туда где она потеряла свой отряд там-то мы и увидели корабль совершенно уникальное зрелище корабль был просто огромен улетая он спепелил колонию и все ее окрестностей мы прошли по выжженной земле к артефакту маяку оставленному давно вымершие расы протеан этот маяк откопали колонисты и напавшие на них попытались его забрать сержант уильямс слишком близко подошла к маяку и была атакована каким-то энергетическим оружием я схватил эшли и отбросил ее от маяка и тогда маяк прикинулся на меня все мускулы оцепенели я с трудом мог пошевелиться еле дышал все потемнело а потом я видел нечто видение сон кошмар когда я очнулся мы были уже на полпути к цитадели собирались встретиться с советом мне надо было объяснить увиденное на совет явился андерсон пришел и у дина наш политический представитель на цитадели казалось бы с какой-то тяжелый с такой тяжелой артиллерии мы могли убедить совет что увиденный нами корабль опасен но как и тот кто организовал это главным подозреваемым в организации резни на иден прайм был турианский спектр по имени старым его увидел один из выживших колонистов и были основания предполагать что корабль как-то связан с сароном но даже обвинению дина было недостаточно чтобы убедить совет совет не мог так просто поверить в то что избранный имя спектр мог совершить такое в совету нужны были веские доказательства она нужны были мне к счастью мне не пришлось искать их в одиночку помочь вызвался гарус турианец и агент сбц что еще важнее гарус охотно этим данными поделился так я нашел рексом круга на крупнее и грознее которого мне в жизни не доверилось видеть жил рек с охотой за головами но как оказалось он был непростым головорезом именно связной рекса навел нас на тиару беглянка оказалась юной энергетичной кварианка по имени тали опытным техникам и хакерам она добыла кое-какие сведения о сарине да не тиара а тали прошу прощения информация тари подтвердила что сарен был ответственным за резню на иден прайм и что огромный военный корабль который мы там видели был на самом деле флагманом сарена но и это было еще не все сарен пытался вернуть к жизни расу разумных машин из теплого космоса машин предположительно некогда уничтоживаться всю органическую жизнь в галактике это жнецы уничтожили все живое в том числе и протеан 50 тысяч лет назад затем они исчезли вернулись через ретрансляторы в темный космос не оставив никаких следов своего пребывания нам стало понятно зачем сара наскал маяк а мои видения обрели смысл но не до конца мы не могли доказать совета опасность жнецов но убедили его что сара на надо остановить сарен был лишен звания спектра а мне выпала честь стать первым спектром среди людей и первым заданием стал поиск сарана андерсон решил остаться и передал мне свой корабль норманди он сказал что мне этот корабль нужнее чем ему а еще он оказал мне направление ляра эксперт под протеаном опытный биотик и что пожалуй важнее всего дочь бонезии правой руки сарана как многие азарь и она столь же красиво столь и умна и может вступать в особую связь с предоставителями другой раз для раз смогла помочь мне истолковать некоторые видения вызванные маяком коннектики было мало но кое-какие представления мы получили и по-новому взглянули на азарь и шли несколько беспокоило наши с ляры привязанность мне как капитану было ясно что развитие отношений может навредить общему делу так работа прежде всего это типа мы никого нет мы выбрали с вами лиару мы на этом и остается я рассказал лиаре своих чувствах оказалось что она их вполне разделяла и мы согласились с тем что личные симпатии не должны мешать нашей задачи поиском сар благодаря помощи ляры мы продолжали идти по следу она привела нас к своей матери бонезии отправил бонезию на на верю снежную планету которые владели и правили корпорации причем за рамками закона там ему удалось захватить царицу смертоносной насекомоподобной расы рахмин солдаты царицы были повсюду и мы были изрядно разозлены нам пришлось с боем пробиваться сквозь ряды рахмин чтобы добраться до бонезии но когда мы нашли ее сторон уже исчез я пытался уговорить бонезию но влияние сара на было слишком велико он каким-то образом получил возможность управлять чужим разумом бонезия не желала сдаваться и ляре пришлось смотреть как на его как умирает и и жена а мне пришлось разбираться с разъяренной опасной царицы рак она сказала что если отпущу ее народ не причинит никому вреда рахня однажды уже наводили страх на всю галатику да друзья мы спасали царицу и мы ее спасем я не смог я не смог покарать целую расу забывшие прегрешение да и царица была верна своему слову она ушла и убила с собой свое войско лишивший самой главной помощницы саран уже не мог скрываться где и когда угодно я выследил его на базе планеты вермайер ночи скоро мы узнали что это не просто враждебная база а гигантский инкубатор саран вытащил армию выращивал армию круга но круга на которых выращивал саран были рабами бездумными существами выполнявшими только воду волю хозяина не надо было уничтожить базу и весь проект но рекс запротестовал яростно рекс хотел воспользоваться лекарством от генофага чтобы вылечить свой народ я пытался убедить его уничтожить лекарства убедить что эти кроганы не были настоящими но он не отступал рекса мы спасли с вами частью рекс разумнее чем кажется он понял что так ничем не сможет помочь своему народу и что главная угроза это саран когда мы добрались до центра база я понял как близок был саран к существованию своего плана он уже общался со жнецами властелин флагман сара на который мы считали обычным кораблем и был жнецом корабль говорил со мной угрожал мне я чувствовал угрозу исходящую от него всему живому корабль желал моей смерти смерти всех и каждого я понимал что это вполне его силах но не мог сообразить зачем ему помогает сара и времени чтобы думать об этом у меня не было властелин знал где мы находились нам пришлось уничтожить базу чтобы выбраться оттуда я разделил команду на два отряда и послал с одним эшли с другим кайдена чтобы отвлечь врагов нас была бомба и мы собирались воспользоваться но прежде чем чем мы взорвали бомбу мы сразились саран мне удалось остановить его чтобы выиграть время для команды и говоря сараном я все понял саран был лишь исполнителем повелевал властелин жнец а саран был предан ему сильнее чем все остальные он пытался убедить меня что это не так что он узнал как снизить влияние жнецов но обманывал этим сам себя и верил лжи властелина чем не удалось разубедить его он сбежал оставив мне всего несколько секунд на то чтобы забрать товарищей но как я не пытался мне не хватило быстроты спасти можно было только одного да друзья и тут уж вот как говорится к сожалению сожалению пришлось выбирать и даже тогда я не то что выбирала может быть я бы айда наставил но у нас так получилось что кайден погиб поэтому кайден был хорошим человеком и отличным солдатом но пришлось сделать выбор и я выбрал эшли я понял следующий раз сара но не удастся последняя встречи живых останется только один я и моя все еще обеспокоенная команда последовали за сара на моего войскам наилась давно заброшенную планету которая когда-то принадлежала протеаном готовясь к бою который как мы знали будет жарким я поговорил с командой у нас был всего один корабль против растущей армии сарана я убедил команду что даже несмотря на это мы можем победить лиара поняла что скрывалась за моими словами она знала что я переживал по поводу смерти кайдена чувствовала мои сомнения мы оба знали что это задание может стать для нас последнего до этого момента мы ради общего дела не давали воли чувства но когда что с того толку мы уступили желание все было великолепно мы прибыли на илос вскоре после сара на на планете нам удалось найти банк данных про там который помог мне сложить из разрозненных выведений картину женицы приходили 50 тысяч лет назад и каждые 50 тысяч лет до того каждый раз уничтожая всю жизнь в галактике протеане сражались и погибли как и все живое до них но нескольким из них удалось продержаться достаточно долго чтобы подготовить прощальный подарок протеане узнали что цитадель была ключом к управлению ретрансляторами пробравшись туда они смогли отключить ретрансляторы ведущие в темный космос так они замедлили возвращение жнецов дали нам время чтобы мы придумали как можно избавиться от них раз и навсегда сарен знал это он знал свою армию чтобы захватить цитадель и снова включить ретрансляторы через которые ждущие своего часа жнецы вернуться чтобы уничтожить нас мы последовали за сароном в цитадель она уцелела была сильно повреждена сарен застал флоты совета врасплох и они только начали перестроение маловероятно что эти корабли смогли бы отбить цитадель у флотилии возглавляемую властелином но сарен больше не хотел убегать а я больше не хотел за ним гоняться пока флот и советы цитадели сражались с армией сара на за пределами цитадели я загнал ублюдка турианцев башню цитадели и сразился с ним он погиб вере что жнецы его спасут пока я пытался отбить цитадель подвергся нападению флагман совета корабль пусть предназначения смотря на гибель сара на властелин его войска продолжали сражаться на пути предназначения находился совет он просил о помощи но я знал что если приду им на помощь то оставлю без поддержки флот людей флот альянса и так друзья это тот самый финал который мы пробовали и то и другое и в принципе как я и говорил уже я все-таки выбрала второй вариант в нашем предыдущем прохождении это мы не жертвуем советом мы спасаемся совет нужно было спасти в него входила верхушка галактического сообщества без лишнего даже после возвращения цитадели смерти сара на и входу в бой нормандии справиться с властелином одним единственным жнецом было очень непросто потребовалось объединенные усилия человечества и других раз но в итоге властелин был уничтожен и это за это пришлось заплатить непомерную я знал что война еще далеко от завершения но мне как победителю сара нам верили новые обязанности я должен был решить кто станет первым советником людей с одной стороны был унзина опытный политик беспощадный и амбициозный он с легкостью выросла отправился с неизбежными интригами устроенными против него с другой стороны капитан андерсон кадровый военный суровый но честный мой друг тот кому можно доверять и тот другой по праву заняли бы место совете так вот вот сейчас я думаю я выбрала андерсона знаете что я выберу вот опять андерсона андерсон отказывался от такого назначения и следовательно идеально подходил бы для должности странно война закончилась угроза миновала со временем совет будет восстановлен цитадель будет отстроена заново даже боль от потери друзей со временем ослабнет но что толку если все не все жнецы уничтожены если каждый жнец обладает такой же мощью как пластилин нам необходимо придумать как их остановить мне необходимо придумать как остановить я собрал команду взял корабль отправилась на поиски ответов по официальной версии совета мне было получено завершить начатое расправиться с тем что осталось от армии сарана по неофициально рутинное задание и вот так вот мы налетели на этот корабль это мне подсказывает что этот корабль не случайно так это уже какой-то сасин миранда капитан шепард восстановлен проект лазер будет продолжаться по плану о это шепарда восстанавливают от ничего себе круто круто это что это за проект такой миранду мы с вами видели в самом начале и но шепа и так нам восстановили шепарда правда у него один глаз какой-то косит джон шепарда и принять новый персонаж мужчина нет мы оставим старого шепарда установлен землянин последние выжившие солдаты внешность по умолчанию так мы личная информация о командоре отсутствует по причине секретного статуса спектра подтверждение записи по умолчанию или пройдите полную регистрацию черт его знает давайте выберем так герой после завершения мы не сможем мы не сможем до миранда вот на мониторе что-то не в порядке он реагирует на внешние раздражители вызывает осведомленность а боже мой миранда я думаю он просыпается черт возьми уилсон он еще не готов дай ему успокоиться шепард шепард не пытайся шевелиться лежите не двигайтесь постарайтесь не нервничать пульс растет мозговая активность туристически падает ничего не получается какие у них комбинезон чеки пульс замедляется возвращается к нормальным показателям это было очень опасным почти потеряли я же говорила что ваши расчеты не верны проверьте данные еще раз миранда так это значит вот та самая клиника миранда просыпайтесь капитан шепард вы меня слышите вылезаете из кровати на нас напали конечно ваша рана не залечено нужно двигаться здание атаковано взялся шкафчики на той стороне комнате есть пистолет поторопитесь так 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 друзья возьмите из шкафчика пистолет закончить тренировку чтобы показать секунду и так нам дали управление у нас есть кодекс у нас есть журнал вы пришли в себя в каком-то медицинском центре нам нужно добраться до безопасного места слушай а что получается смотри о фоторежим у нас тут есть так вот подожди сейчас я понимаю что мы возьмем пистолет и так далее никуда мы не денемся что получается мы пришли в себя то есть они хотели добыть шепарда господи нет они мне так пробелом берем да перезарядить а как я подожди нажмите и столь да так а тут информации никакой для нас нету нет я не могу призы а вон вон у нас там это штука 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 вот теперь можно перезарядить парикады чтобы сдержать роботов хорошо вы пробил чтоб перепрыгнуть это новенькая может так как тут бегают ой ой а теперь умение у нас вот так вот на shift а как тут бегают она еще сейчас друзья все будем осматривать так боеприпасы у нас берутся автоматически так поняла да что у нас тут ну вот мы где пиу 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 Продолжение следует... Муницию мы забираем автоматически. Продолжение следует... Не тратьте время. Я не смогу долго отвлекать роботов. Какой там робот? Блин, компот. Это нам с ним сейчас биться надо будет. Я к этому не готова. Ой, всех перебили. Ну, как обычно. Из огня до племя. Подобрать гротон... Так. Так, левый шифт, левый шифт. Что такое левый шифт? Ээээ... Офигеть. Пуститесь на подъемнике на нижний этаж. Это мы, по-моему, зря вот это сделали. Как мы там теперь пройдем-то? А, это подъемник. О. И как быть? Нажмите В и удерживайте пробел. Не поняла. Мы просто пробежали. Приходите встречу роботы по... Роботы и код. Ну, роботы... Понятно, роботы. Слушай, это гранатомет бесполезен. Офигеть. Нажмите удерживать текст, чтобы приключиться. Ну-ка. А, иксом неудобно. О-о. Так. Ага, смотри-ка, просмотр. Ноутбук Цербера. Прогресс медленно на субъект показывает признаки выздоровления. Основные органы снова функционируют, наблюдается. Чтобы ускорить процесс, мы перешли от простого восстановления органов в биосинтезу. Начальные результаты обнадерживают. Слушай, так нашего Шепарда планировали, что ли? Или восстановили? Новая запись. Стоимость проекта просто астрономическая. Уже больше 4 миллиардов кредитов. Впрочем, никого не волнует, чтобы мы выбились из бюджета. Не знаю, где босс находит такие деньги. Вероятно, лучше и не знать. Я только надеюсь, что в ближайшее время их запас не иссякнет. Уилсон. Пиёк разлили. Короче, тут весь проект, весь этот сервер работал на то, чтобы восстановить Шепарда. Вон, смотрите, Шепард. 78, 99. Шепард. Офигеть, да. Ладно, торопиться не будем. Смотри-ка, сколько тут всего интересного. Так, сейчас выйду, да, оттуда. И как же такая станция с такими миллиардными объёмами? Вдруг? Ох! А чё ж он так там спокойно стоял-то? Человек стоял спокойно себе, и всё. Даже не реагировал на этого. Блин, я туда не хочу. Там этот робот, да? Подожди. Кто? Джейков, что вы сделаете? Я думала, что вам есть чем заняться. Ты вообще кто? Я, да, я работаю с Мирандой. Прошу прощения, забыл представиться. Я Джейв Кэп Тейлор. Я служу здесь. Обнаружен враг. Вот дерьмо. Молодец. Кажется, всё хуже, чем я думал, раз вы здесь. Я всё расскажу, но сперва нам нужно добраться до шаттла. Не, подожди, 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 подожди. Несколько вопросов. Узнаю, сейчас не лучшее время, но мне надо уже... Расскажите историю вкратце. Ваш корабль был атакован, уничтожен. Вы погибли сюда, принесли самый настоящий труп. Наши учёные два года возвращали вас к жизни. В это время вы были в коме, если не хуже. Добро пожаловать в мир живых. Два года. Блин, компот. Ну ладно, эмоции эмоциями, а мы где? Это не здание Альянса. Так оно не от них. Подробности я пока ждала вас и не буду. Альянс заявил, что вы погибли в бою. Вся галактика считает вас мёртвым. И если вы не пробьёмся к шаттлам, так оно и будет. Так, что с моим экипажем? Кто-нибудь выжил? Предлагаю сначала разобраться с роботами, а затем уже играть в угадайку. У нас мало термозарядов, но я биотик. Скажите мне, когда атаковать, я с ними разберусь. Ага, биотик Джеков. Хорошо. Так, как нам это делать? Удерживайте левый шифт. Подожди левый шифт, чтобы открыть меню приказов. Скажите, при помощи мыши место, которому будет применено притяжение. Вот он, да? Ну и где твоё притяжение? Что-то ты его не применил. Давай. А левая кнопка мыши. Подожди, я нажимаю. Так, ладно, я обещала ответить на вопросы. Что вы хотите знать? Мышь, пора. Ну, в смысле, что значит изучить? Ага. Так, а ну-ка, рассказывай. Мои дела были так плохи? Ты сказала, меня восстанавливали два года. Мои дела были так плохи? Я не доктор, но понял, что дело плохо. Я вас видел тогда. Груда мяса с отрубками. В любом другом был бы путь в гроб. Но в проекте Лазарь всё иначе. Самые совершенные технологии. И что за технологии? Планирование? Кибернетика? Подробности я не знаю, это надо спросить учёных. Но я уверен, что вы не клон. Вас хотели вернуть именно в изначальное состояние. Что вы, это вы. Ну, может быть, с некоторыми новыми деталями. Это с какими-то деталями Шепард? Шепард, проверю себя, всё ли на месте или нет ничего лишнего. Так. А что за проект Лазарь? Были другие? Проект Лазарь был запущен с единственной целью. Вернуть вас к жизни. Но это было не просто два года. Лучшие учёные. Новейшие технологии. И мы возвращаемся опять. Что за технологии? Так, понятно. И что там ещё? Так, атака на станцию. Кстати, да, действительно. Что ты знаешь об этой атаке? Кто я затеял, что им надо? Ну, я не знаю. Я уже... Взрывы, потом роботы. Все начали стрелять. Явно поработал кто-то из наших, чтобы взломать роботов, нужен доступ высшего уровня. Ах, вот оно как. То есть у вас тут какой-то саботёр появился, да? Так, что с моей командой Нормандии? Кто-нибудь вышел? Выжили почти все. Погибли несколько солдат с нижних палуб. Штурмана Пресли убило взрывом. О, жалко. Но все другие, в том числе и те, кто не служил Альянсу, Азари, Лиара и Кварианка уцелели. А где они теперь? Не знаю, капитан. Два года ведь прошло. Они разбежались из Альянса. Уволились. Ищи их теперь. Я их обязательно найду. Они были моей командой. Если бы они знали, что я жив, то вернулись бы. Может быть, вы ещё найдёте, когда выберетесь со станции. Если выберемся. Да, выберемся. Куда мы денемся? У нас прохождение только начинается. Так, Джейкоб, расскажи мне про себя. Смотря кого. Что бы вам надо? Вообще, я у Миранды в старших офицерах, как солдат. Пять лет до этого прослужил в Альянсе. Сейчас отвечаю за безопасность станции. Обычно здесь всё куда тише. И стреляю я разве что в Сирии по мишеням. Угу. То есть, просто как бы охранник. А вот что за таинственная Миранда? Когда я проснулся, со мной говорила какая-то Миранда. Мы потеряли связь. А сразу после этого я встретил тебя. Миранда Лоусон, командир станции. Она сглавляет проект Лазарь. Её задача была вернуть вас к жизни любыми способами. Логично, что она пыталась вас спасти. Ей не хочется теперь потерять вас. Значит, связь пропала. А что произошло? Что-то там было неладно. Да, перед тем, как связь пропала, были звуки выстрелов и взрыв. Она может о себе позаботиться, но мне ей немного тревожно. Так, немного тревожимся. Вы лишь немного тебе тревожно. Посмотри, что творится. Так вот, ага, значит роботы, это их роботы. И они же их взбунтовались. Короче, давай выбираться сюда. Нет, кто-нибудь слышит, тут есть живые, ответьте. Уилсон. Уилсон, это Джейкоб. У меня тут капитан Шепард. Мы только что расправились с роботами в крыле Дэ. Шепард жив, какого? Ладно, неважно. Выводи его оттуда, иначе идите через служебные тоннели и выводите в комнату управления. Что значит, какого? Понял тебя, Уилсон, оставайся на этой чистоте. Что там такое? Кажется, я помню, что после пробуждения меня осматривал Уилсон. Да, это он, Уилсон, главный медтехнолог. Подчиняется личной Миранде. Везем в тоннели на той стороне. Подожди, тут что-то есть. Тут что-то есть. Новая запись. Проект Лазарь близится к финальной стадии. Нам потребовалось два года, но мы все же справились. Шепард снова будет среди живой. Это самое замечательное медицинское достижение в истории. Может быть, теперь Миранда наконец-то оценит все, что я сделал. Какая-то туклость. Давай возьмем этот самый. Надо было сначала перезарядиться, потом брать. Так. Окей. Нам сюда. Блин, дым. Пока вроде ничего. Да, боеприпасов нам тут дают много. Ты за мной идешь? Тут как-то... Тут надо. Идите вперед в комнате управляющей, продвигайтесь. Друзья, я, естественно, не успеваю читать никакие субтитры. И английский, скажем так, не самый основной язык, который я знаю, как свои пять пальцев. Но... Надеюсь, что вы сами все прочитаете. Именно для этого я и оставила тут субтитры. Боже, боже, они напали на меня. Помогите, кричит Уилсон. Вы серверный. Я скорее. Они неуправляемы. Так, я ранен. У меня попали. Так, подожди. Ладно, не ори. Уилсон. Он где? Я не обратно иду, нет? Ничего не пропустили? Где? Где? Где это-то? Почему ты тут стоишь? Блин, крики какие. Это сервер. Это ты? Эти сволочи мне в ногу попали. Я тебя помню. Ты был рядом, когда я пришел в себя. Да, я там был. Может, потом поговорим, когда я на ноги встану. На ноги встану. В аптечке на стене должен быть панацелин. Надеюсь, его там хватит, чтобы поставить на ноги. Так, берем панацелин. Тихо, спокойно. Тут больше ничего нет. Шеперку держать левый shift, чтобы открыть меню приказов. Левый shift, подожди. И что? Ага, укажите при помощи мыши объекта. А, единственное. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, вот оно. Шеперду самого. Этот умный инструмент или как он назывался. Спасибо, Шеперд не думал, что вы спасете мою жизнь. Пожалуй, теперь мы в расчете. Чему? Я подумал, что смогу отключить охранную систему, но взломщик здесь все испоганил. Изменения необратимы. Мы не знаем, что ты тут делал. Почему тебя пропустили охранные роботы? Ты проник в био-крыло. Вы что, не слушали? Я пришла сюда, чтобы все починить. И вообще, меня подстрелили? Это как объяснить? Ты знаешь, я вообще-то никому из вас не верю. А, кстати, этот Улсен довольно скользкий какой-то. Доберемся до безопасного места, там выясним, кто виноват. Да, Шеперд нужно найти Миранду, нельзя ее бросать. Не стоит забыть о Миранзе, она была в крыле Дэд, там повсюду роботы. Выжить она не могла. О, все понятно, казачок. Кучки роботов Миранду не одолеться, она жива. Ну и где ж тогда она, почему не вышла на связь? Есть только два объяснения, либо она мертва, либо предательница. Что ты несешь, блин, она руководитель проекта. Какого черта ей было это предательство? Мы ей уже ничем не поможем. Да нет, она пыталась мне помочь, она и разбудила Шеперда. Тогда почему она разбудила меня, предупредила об атаке? Ладно, может она и не предательница, но это ничего не меняет. Мы здесь, она нет, нам надо спасаться. Дай ему в морду, зря мы на него панацелин потратили. О, твою мать, твою мать, Шеперд. Так, Шеперд, как там было? Перегрузки, да-да, давай, перегрузка. Не, мне надо. А, сюда перегрузка, а ну-ка. Абигеть! Ладно, мы завалили, но легче не становится Шеперд. Если я расскажу, на кого мы работаем, ты доверишься мне? Неилучий момент, Джеков. Ничего не выйдет, если он все время будет ждать подвоха. Хочешь поругаться с начальницей? Дело твое. Проект Лазарь, программа, которая тебя воскресила. Ну, в общем, ее финансируют и контролируют Цербер. О, Цербер, Цербер, звучит знакомо, Цербер. Зачем Цербер у меня спасать? Ты мне соврал, ты соврал, противно, соврал. А ну-ка, давайте-ка скажем, что мы ничего о них не знаем. Название должно быть мне знакомо. Возможно, побочный эффект восстановления силы. Себе уже приходилось встречаться с Цербером. Да, мы встречались. По описанию Альянса, мы радикально настроены самостоятельно группировка людей. Ты и твои ребята уничтожили несколько наших исследователей. Альянс признал себя трупом, они сдались. Цербер потратил кучу денег на твое восстановление. Слушай, я тоже был подозрительным. Ну, прямо сейчас мы должны работать вместе. Я думаю, тебе стоит знать, что к чему. Когда уберемся со станции, я отведу тебя к призраку. Обещаю, что он тебе все объяснит. А что за призрак? Это он все устроил. Имя, конечно, не настоящее. Правда, о нем вообще никто не знает. Это кодовое имя, которым его назвали в Альянсе. Так и прилипло. Вообще-то я не работаю на Цербер, даже если они меня восстановили. Мне плевать, что со мной сделали. Плевать на то, что ты говоришь, я не работаю с террористами. Подожди, 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 подожди. Чего-то там нам пооткрывали. К репликам героя. Использование пенициллина. Пенициллин. Трам-пам-пам. То есть это типа мы себе героя получили. Подождите, друзья. Давайте-ка я посмотрю. Блядь, не могу, журнала не могу, кодекс не могу. Итак. Не, подожди. Ладно, не важно. Это было просто не то, что я хотела, но... Мне нужна информация. Мне нужно больше информации. Подожди. Вот здесь, пока мы тут этого спасали. Паноцелин. Сейчас-сейчас я попривыкну. Как видите, конечно, немножко по-другому тут, чем в предыдущем. Масс-эффекции в первом. По большому счету, суть та же. Так, что у нас тут? Цербер выплачивает вознаграждение. Информация. Не знаю, буду ли я читать все на запись, друзья, или почитаем ее потом как-нибудь, или я сама ее для себя почитаю. Я так понимаю, что вы, кто меня смотрит, уже все этот масс-эффект знаете как свои пять пальцев. Возможно, вам это будет и не нужно. А вот мне наверняка. Так. Давайте ваши биотические умения. Где там оно? Молодец. Так, что у нас тут? Не-не-не-не, подожди-подожди. Туда пока не пойдем. Или куда пойдем? А, все равно можно было и там, и там пойти, да? Так, ну здесь у нас есть... Ёлка с палками. Нет, вот на тех. Перегрузка. Молодец, молодец. Ауч. Все, да? Так, 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 да-да-да, я увидела, что у них тут что-то есть. Так. Трофеи. Это было странно, ну ладно. Что тут? Субъект тестирования получен, но повреждения гораздо сильнее, чем мы предполагали. Помимо ожогов и вызванных разрывом внутренних повреждений, которых мы ожидали, у субъекта наблюдается массовое разрушение клеток, вызванное долго пребыванием в вакууме под воздействием. Несмотря на объем физических повреждений, Улсен уверяет меня в том, что субъект подлежит восстановлению. Проект Лазер продолжает свою работу. Смотри-ка, так, а это что? Подсветите отдельные узлы, чтобы найти совпадающие символы. Когда вы найдете два совпадающих символа, выделите их, чтобы замкнуть цепь. Чтобы обойти защиту, вам необходимо запкнуть цепь до истечения времени. Пусть. А где? А как? Какой узел? Че делать-то? Подсветите отдельные узлы, чтобы найти совпадающие символы. Когда вы найдете два совпадающих, выведите их, чтобы замкнуть цепь. Выделите. А. А. Куда я мелузию, блин? Понятно. Так. Так, ага, вот теперь понятно, как тут это все работает. Ясно, интересно. Ну, пошли дальше. А куда нам, подожди, карта? Карта-то мне дали? Очень странно, карта у нас не работает. Там внизу ничего не было? Сейчас, подожди, давай спустимся. Благо мы теперь можем бегать. Окей. Крики, взрывы, кошмар. Значит, нам очевидно сюда. Кофеварочки такие стоят. Так, ладно. Давай сюда, мы почти... Миранда, но ты же... Оба. Мертва? Что ты делаешь? Выполняю свою работу. Уилсон всех нас предал. Вот теперь ты его не допросишь, конечно. Нужно было взять его живым и допросить. Слишком рискованно. Слишком многое я сделала, чтобы вернуть вас к жизни. Зачем рисковать? Ты действительно думаешь, что Уилсон предатель? Уже нет. Крутая тетка, как вареное яйцо. Так, ну, как вы себе представляете? Он перепрограммировал систему безопасности. Перебил мой персонал. Ты уверен, Миранда, мы знали, Уилсона не один год. А если ты ошиблась? Я никогда не ошибаюсь. Я думала, что ты уже понял, это Джейкоб. Слушайте, ох, елки с палками. Но тут как-то я даже не совсем уверена, хотя он как бы скользкий мне показался. Я умею распознавать ложь. У меня было чувство, что Уилсон уверить нельзя. Все время казалось, неплохая интуиция. Некоторые люди слишком доверчивы, чтобы увидеть опасность. Пойдем, пора садиться в челнок. Мой босс хочет поговорить с вами. Ты имеешь в виду призрака? Я знаю, что ты работаешь на Цербер. Джейкоб, могла бы догадаться, что твоя совесть не сможет промолчать. Брать капитана, не лучший способ складить на свою сторону. Так, капитан, не желаете узнать еще что-нибудь, раз уж мы тут разоткровенничались? Конечно, конечно. Где ты была? Где ты была? Где ты была? Что за проект Лазарь? Давай-ка. Вы глава Лазаря, так? Совершенно верно. Я потратил два года жизни на этот проект. На вас. Почему? Что хочет Цербер от меня? Думаю, стоит спросить у призрака при встрече. Он потратил на проект Лазарь какое-то на невероятное количество ресурсов. Наверняка у него есть какие-то планы на ваш счет. Ты вообще-то врешь. Вы оба там сговаривались. И я так думаю, что... Я почти что уверена, что именно Лазарь и подбил корабль Нормандии, чтобы получить Шепарда, чтобы его пересобрать и таким образом влиять на происходящее. Потому как я не верю, как говорится, в то, что вы такие добрые самаритяне. Так, ладно. Как-то слишком много совпадений. Так, место назначения. Неважно, подожди, где ты была. Другие выжившие. Где ты была? Я не знаю, что это такое. Давай. Любопытно, что ты показалась, когда мы решили отбыть. Что ты делала все это время? Помимо того, что спасала вам жизнь? Уилсон знал, что я вам помогла, Ла, и прислал за мной. Я добралась, как только смогла. Уилсон, конечно, сказала бы, что я поторопилась. А он послал за ней роботов. Так, а другие? Обитатели станции. Это зона эвакуации. Если их нет, значит и не будет. Но некоторые могли выжить. Мы не можем отчаялись, не убедившись наверняка. Нужно вернуться, посмотреть. Вы не понимаете, что вы единственные, кто заслуживает спасения. Остальные? Она права. Когда мы подписались на это дело, мы знали, на что идем. Возможность, важность представляешь только ты. Ух, друзья, сколько тут читать. Ой, ну не знаю, посмотрим. Так, место назначения, куда мы едем. Еще одно место, принадлежащее целью. Там вы встретитесь с призраком. А если я не поеду? Я не уверена, что я вернусь. Это единственный челнок на станции. Если хотите оставаться и сгинуть тут вместе с мехами. С мехами, с мехами, с мехами. Вместе с мехами? Вместе с потрохами. Так, что мы еще можем спросить у тебя? Очевидно, больше ничего. Пошли. Платит мне этой станции. В вашем случае на обе жизни. Пойдем. Ой, мутные они, эти церберы. Помню я этих церберов. Перед встречей с призраком, мне придется задать несколько вопросов, чтобы оценить ваше состояние. Миранда, сколько еще тестов? Шепард справился с роботом и без малейших проблем. Этого должно быть достаточно. С момента сражения прошло два года. Призрак хочет убедиться, что личность воспоминаний Шепарда невредимы. Хочет задать вопросы. Давайте удивимся еще раз. Два года. У меня не было так долго. Два года и 12 дней. Большую часть этого времени вы провели на операционном столе. Чем раньше начнем, тем раньше закончим. Начнем с вашего прошлого. Хорошо, судя по записи, вы родились на земле. С детства было трудно, без родителей. Вы вступили в армию, пережили столкновение с молотильщиком, в котором погиб весь ваш отряд. Вы это помните? Да, я помню, это было действительно непросто. В тот день я потерял много друзей. Когда проходишь через такое, то сильно меняешься. Некоторые ломаются. Я читал рапорт. На Кузе погибло 50 пехотинцев. Выжить удалось только вам. Удовлетворены? Ну да. Нужно попробовать что-то из позднего. Скажем, Вермайер, на котором вы уничтожили принадлежащую Сарену лабораторию по оклонированию. Вам пришлось сбросить одного. Да, Кайден Оленко был убит. В этом и ваша вина. Почему вы решили оставить его? Так, мы здесь закончили. Но это был непростой. Да, это вообще был не выбор. В тот день мне пришлось сбросить друга на верную смерть и сделать это не так просто. Мне нужно было выбрать. Кайден пожертвовал Собу ради спасения отряда. Без него нам бы не удалось остановить Сарена. Это была героическая смерть. Понимаю. Я не пытаюсь испаривать решение. Все в Цербер согласны, что лабораторию нужно было уничтожить. Мы можем провести другие проверки. Хватит тестов Миранда. Память в норме. А за боевые навыки Шеперда я могу поручиться. Надеюсь, ты прав. Будем надеяться, что призраку хватит нашего маленького полевого теста. Посмотри, как вы устроились, а? И откуда такие деньги? Журнал обновлю. Призрак ждет в следующей комнате. Герои мы получили. Так, и так. Призрак ждет. А ну-ка, давайте-ка, Джейкоб. У нас Джейкоб, у нас ждет призрак. Мы опять на станции, и все тут выглядит точно так же. Ладно, друзья, давайте-ка, знаете, что мы сделаем? Мы, наверное, здесь с вами попрощаемся. Я посмотрю, как эта серия у нас записалась, как, чего. Если тут можно сделать, конечно, с охраной. Вот. И продолжим уже дальше прохождение. Начало, как обычно, обалденное. Просто, как говорится, предположить, такое трудно. Ну, по крайней мере, тем, кто еще не знал, не приходил. А я повторяю еще раз для тех, кто, может быть, не знает, прохожу в слепом прохождении. И прошу мне не спойлерить. Вы отлично держались всю первую часть. Надеюсь, так же будет и во второй. Все, друзья, огромное спасибо всем еще раз. Всего вам хорошего. И пока-пока-пока.